Себастьян Джапризо. Ловушка для Золушки. Перевод с французского Марианы Таймановой читает Ксения Кутепова. Я готова убить. Давным-давно жили-были три маленькие девочки. Одну звали Ми, вторую До, а третью Ля. И была у них крёстная, от которой вкусно пахло. Она никогда их не ругала, если они не слушались, и называли они её крёстная Ми-До-Ля. Как-то раз они гуляют во дворе, крёстная целует Ми, но не целует ни До, ни Ля. Как-то раз они играют в свадьбу, крёстная выбирает невестой Ми, но никогда не выбирает ни До, ни Ля. Как-то раз им грустно-прегрустно, крёстная уезжает, она плачет вместе с Ми, но не говорит ни слова ни До, ни Ля. Из трёх девочек Ми самая красивая, До самая умная, а Ля скоро умрёт. Похороны Ля — большое событие в жизни Ми и До. Много свечей, много шляп на столе. Гробик Ля выкрашен в белый цвет, земля на кладбище рыхлая. Человек роет яму, на нём куртка с золотыми пуговицами. Крёстная медаля вернулась. Она говорит Ми, которая её целует, любовь моя. Она говорит До, ты испачкаешь мне платье. Проходит много лет. Крёстная медаля, о которой говорят шёпотом, живёт далеко-далеко, присылает письма с орфографическими ошибками. Сперва она бедная и делает туфли для богатых дам, потом разбогатела и делает туфли для бедных дам. Потом у неё стало много-много денег, и она покупает красивые дома. Потом умер дедушка, и она приезжает в огромном автомобиле. Она даёт Ми примерить свою красивую шляпу. Она смотрит на До, но не узнаёт её. На кладбище рыхлая земля, и человек бросает её в дедушкину яму, на нём куртка с золотыми пуговицами. После До станет Доминикой, Ми – далёкой Мишель, которая иногда приезжает на каникулы. Она даёт примерить своей кузине До красивые кружевные платья. Стоит Ми открыть рот, как все приходят в восторг. Она получает письма от Крёстной, которые начинаются словами «Моя любимая девочка». Она плачет на могиле матери. На кладбище земля рыхлая. Крёстная всё время обнимает за плечи Ми, Микки, Мишель. Что-то нежное ей шепчет, но что именно, До не слышит. Позже Ми ходит в чёрном, потому что у неё больше нет мамы. Она говорит До. «Мне очень-очень нужно, чтобы меня любили». Ми сама всё время цепляется за руку До, когда они идут гулять. Ми говорит кузине «Если ты меня обнимешь и поцелуешь, я никому не скажу, я женюсь на тебе». Ещё позже, года два, а может и три спустя, Ми целует своего отца на бетонной полосе аэродрома возле огромной птицы, которая унесёт его далеко-далеко, туда, где живёт Крёстная Медоля, в страну свадебных путешествий, в город, который До ищет на географической карте, водя по ней пальцем. А ещё позже Ми можно будет увидеть только на фотографиях в глянцевых журналах. Вот здесь у неё длинные тёмные волосы. Она входит в бальном платье в огромный зал, весь в мраморе и позолоте. А вот здесь она, вытянув длинные ноги, лежит в белом купальнике, на палубе белой яхты. Вот она ведёт маленькую открытую машину, куда набились тесно, прижавшись друг к другу и размахивая руками молодые парни. Иногда у неё красивое грустное лицо. Брови над прелестными светлыми глазами слегка нахмурены, но это из-за солнца, которое слепит на снегу. Иногда она улыбается близко-близко, глядя прямо в объектив. И подпись по-итальянски сообщает, что когда-нибудь она станет одной из самых богатых девушек в стране. И ещё позже крёстная медаля умрёт, как умирают феи в своём палаце во Флоренции, Риме или на берегу Адриатики. Такую сказку сочинила себе До, хотя она уже не маленькая и знает, что всё это выдумки. Пусть правды в этой сказке немного, но вполне достаточно, чтобы не спать по ночам. А крёстная медаля вовсе не фея, а просто богатая старуха, которая по-прежнему пишет с ошибками, и видела её, До, только на похоронах. И вовсе она и не крёстная. Да и ми ей тоже не кузина. Такое говорят только детям-прислуги, как До, как Ля, потому что это так мило и никому не обидно. До уже двадцать лет. Столько же и маленькой принцессе с длинными волосами на журнальных фотографиях. Каждый год на Рождество До получает в подарок туфельки, сшитые во Флоренции. Наверное, поэтому она считает себя Золушкой. Меня убили. Внезапная вспышка белого света режет мне глаза точно бритва. Кто-то склоняется надо мной, чей-то голос вонзается мне прямо в голову. Я слышу крики, отдающиеся эхом в далёких коридорах. Но знаю, это кричу я сама. Я вдыхаю черноту, кишащую чужими лицами и шёпотами, и я умираю заново, уже счастливая. Через мгновение, день, неделю, год, свет снова ложится на закрытые веки. Руки горят, горит рот, горят глаза. Меня катят по пустым коридорам, я снова кричу «Чернота». Иногда боль собирается в одной точке, в затылке. Иногда я чувствую, что меня двигают, куда-то катят, и боль огненным потоком растекается по жилам, иссушая кровь. Во тьме часто появляются огонь и вода, но мне уже не больно. Огненная пелена меня пугает. Сна поводенных струй холодные, но приятные, когда спишь. Мне хочется, чтобы лица стёрлись, а шёпот стих. Когда я вдыхаю ртом черноту, мне хочется, чтобы она сгустилась. Хочется нырнуть глубоко-глубоко в ледяную воду и больше не всплывать. Но неожиданно я возвращаюсь. Боль выталкивает тело на поверхность, белый свет бритвы режет глаза. Я вырываюсь, ору, слышу издалека свои крики, и голос, который вонзается мне в голову, что-то резко говорит, но я не понимаю слов. Чернота, лица, шёпот — мне хорошо. Девочка моя, если не перестанешь, я ударю тебя по лицу папиными жёлтыми от табака пальцами. Птенчик мой, зажги папе сигарету. Огонь! Пойду на спичку. Огонь! Свет. Боль в руках, во рту, в глазах. Не шевелитесь! Не шевелитесь, деточка! Так, тихонько. Больно не будет. Кислород, тихонько. Так, вот умница, умница! Чернота. Женское лицо. Дважды двадцать четыре. Трижды два шесть. Линейка бьёт по рукам. Выходим парами. Открывай шире рот, когда поёшь. Все лица выходят парами. Где медсестра? Не смейте шептаться в классе. Когда будет хорошая погода, пойдём купаться. Она говорит. Сперва она бредила. После пересадки жалуются на руки. Нет, на лицо не жалуются. Море. Море. Если заплывёшь далеко, можно утонуть. Она жалуется на мать, на какую-то учительницу, которая била её по пальцам линейкой. Волны катятся у меня над головой. Вода. Волосы в воде. Ныряй, всплывай. Свет. Я всплыла сентябрьским утром, лёжа на спине, на свежих простынях. Лицо и руки уже не горят. Они просто тёплые. Возле моей кровати окно. На стене напротив огромный солнечный блик. Подошёл мужчина. Он очень ласково говорил со мной. Совсем недолго. Он просил меня быть умницей, стараться не шевелить головой и руками. Он говорил чётко, почти по слогам. Такой спокойный. Такой надёжный. У него вытянутое костистое лицо, большие тёмные глаза. Вот только белый халат до боли слепит глаза. Он понял это, когда заметил, что я прикрываю веки. В следующий раз он пришёл в сером шерстяном пиджаке. Он снова говорил со мной. Просил моргнуть один раз, если я хочу ответить «да». Да, мне больно. Да, голова. Да, руки тоже. Он спросил, знаю ли я, что случилось, и увидел, как я в отчаянии распахнула глаза. Он ушёл. Пришла сестра сделать укол, чтобы я заснула. Она большая. Большие белые руки. Я поняла, что её лицо открыто, а моё нет. Я попыталась определить, есть ли на коже бинты или мазь. Мысленно я проследила. Виток за витком. Всю повязку. Она обвивала шею, переходила на затылок, на макушку, закрывала лоб, огибая глаза, снова спускалась к подбородку, виток, ещё виток. Я заснула. В следующие дни я превратилась в существо, которое перевозит с места на место, кормит, катит по коридорам, который отвечает «да», моргнув один раз, и «нет», моргнув два раза, который не хочет кричать, но истошно орёт на перевязках, который пытается глазами задать терзающие его вопросы, которые не может ни говорить, ни шевелиться. Просто животное, тело которого очищают мазями, а ум — уколами, нечто безрукое и безликое. Никто. «Через две недели снимем повязки», — сказал доктор с костистым лицом. «Честно говоря, даже немного жаль. Вы мне очень нравитесь в виде мумии». Он назвал мне своё имя — Дулен. Радовался, что через пять минут мне удалось его запомнить. А ещё больше радовался, что я могу его правильно произнести. Сначала, когда он склонялся надо мной, он говорил «мадемуазель», «деточка», «умница». Я повторяла за ним «мадекласс», «делинейка», «утаблица». Умом я понимала, что таких слов не существует, но одеревневшие губы произносили их помимо воли. Позднее он скажет, что у меня в голове словесный винегрет, и что это меньшее из моих бед, и что это быстро пройдёт. И правда, мне потребовалось меньше полутора недель, чтобы узнавать со слуха глаголы и прилагательные. На имена нарицательные ушло на несколько дней больше, но распознавать имена собственные я так и не научилась. Я могла повторять их правильно, как и остальные слова, но они ничего не вызывали у меня в памяти, кроме того, что мне сказал сам доктор Дулен. За исключением некоторых из них, например, Париж, Франция, Китай, площадь Массена или Наполеон. Все они были замурованы в прошлом, которого я не помнила. Я заучивала их заново, ничего другого не оставалось. Однако мне не пришлось объяснять, что такое «есть», «ходить», «автобус», «череп», «клиника» или любые слова, которые не означали конкретного человека, конкретное место или конкретное событие. Доктор Дулен говорил, что это нормально, что мне не стоит беспокоиться. «Вы помните моё имя?» «Я помню всё, что вы говорили. Когда мне разрешат посмотреть на себя?» Он отошёл. Я попыталась проследить за ним взглядом, но глаза заболели. Он вернулся с зеркалом. Я посмотрела. Вот она я. Два глаза и рот посреди маски панциря, обмотанной белыми бинтами. Уйдёт не меньше часа, чтобы снять всё это, но там прячется нечто очень красивое. Он держал передо мной зеркало. Я полусидя опиралась на подушки, руки, вытянутые вдоль тела, были привязаны к кровати. «А руки мне развяжут?» «Скоро. Нужно постараться быть умницей и не слишком шевелиться. Их будут фиксировать только на время сна». «Вижу глаза. Они голубые». «Да, голубые. А теперь и правда будьте умницей. Не двигайтесь и ни о чём не думайте. Спите. Я вернусь днём». Зеркало исчезло, а вместе с ним и существо с голубыми глазами и ртом. Передо мной снова появилось длинное костистое лицо. «Баю-баюшки, мумия». Я почувствовала, что из полусидячего положения опускаюсь лежачее. Мне хотелось увидеть руки доктора. Лица, руки, глаза — всё это сейчас очень важно. Но он уже ушёл, а я заснула без укола, совсем разбитое. Повторяя имя, такое же незнакомое мне, как и все остальные, — моё собственное имя. Мишель из Оля. Меня зовут Ми или Микки. Мне 20 лет. В ноябре будет 21. Я родилась в Ницце. Мой отец по-прежнему там живёт. Не спешите, мумия. Вы глотаете половину слов и переутомляетесь. Я помню всё, что вы говорили. Я прожила много лет в Италии со своей тётей. Она умерла в июне. Три месяца назад я получила ожоги во время пожара. Я говорил иначе. У меня была машина марки MG, номер TTX664313, белого цвета. Молодец, мумия. Я хотела удержать его, но резкая боль пронзила тело снизу вверх от руки до самого затылка. Он никогда не задерживался дольше нескольких минут. Потом мне давали пить и заставляли спать. Машина была белая, марки MG, номер TTX664313. А дом? Дом стоял на мысе Каде. Это между Лясьёта и Бандолем. Двухэтажный. Три комнаты и кухня внизу. Три комнаты и две ванны наверху. Не так быстро, а ваша спальня? Она выходила на море и на городок, который называется Лелек. Стены выкрашены в голубой и белый цвета. Говорю же вам, это идиотизм. Я прекрасно помню всё, что вы говорили. Это важно, мумия. Важно, что я всего лишь повторяю за вами. Никаких воспоминаний не возникает. Одни слова. Хотите повторить их по-итальянски? Нет. Я помню Камера, Каза, Мощин, Бьянка. Я вам уже их говорила. На сегодня довольна. Когда будете себя лучше чувствовать, я покажу вам фотографии. Мне привезли три большие коробки. Я знаю вас, мумия. Лучше вас самой. Через три дня после пожара меня оперировал в Ницце врач по фамилии Шавер. Доктор Дулен заявил, что с неподдельным восхищением наблюдал, как Шавер исправляет последствия двух кровоизлияний, случившихся у меня в тот день. Невероятно тонкая работа, но такой операции ни одному хирургу не пожелаешь. Я находилась в клинике доктора Дина в Булонском лесу, куда меня перевели через месяц после первой операции. В самолёте произошло третье кровоизлияние, потому что за четверть часа до посадки пилоту пришлось резко набрать высоту. Доктор Дин занялся вами, когда пересадка кожи больше не внушала опасений. Он сделал вам хорошенький носик. Я видел слепок. Уверяю вас, просто прелесть. Расскажите о себе. Я Шурин доктора Шавера. Работаю в больнице Святой Анны. Я не отхожу от вас с того самого дня, как вас привезли в Париж. А что мне делали? Здесь хорошенький носик, мумия. А до того? Это не имеет значения, раз вы тут радуетесь, что вам 20 лет. Но почему ко мне никого не пускают? Если я, например, увижу отца или кого-нибудь из старых знакомых, меня наверняка как следует тряхнёт, и я разом всё вспомню. Умеете же вы подобрать правильное слово, деточка. Вас действительно крепко тряхнуло, моя милая, и не раз. Причём досталось именно голове, что и подпортило нам всё дело. Так что теперь с визитами лучше повременим. Он улыбнулся, осторожно потянулся рукой к моему плечу, секунду подержал, едва касаясь. Не волнуйтесь, мумия. Всё будет хорошо. Через какое-то время воспоминания будут по очереди возвращаться, потихоньку и безболезненно. Существует столько же видов амнезии, сколько тех, кто лишился памяти. Но у вас очень щадящий вариант. Ретроградная частичная амнезия без нарушения речи, даже без заикания, но настолько обширная и глубокая, что дыра просто не может не затягиваться, пока не станет совсем-совсем крошечной. Большим и указательным пальцами он показал маленький промежуток. Потом улыбнулся и нарочито медленно встал со стула, чтобы мне не пришлось резко переводить взгляд. «Ведите себя хорошо, мумия». И вот наступил тот день, когда я вела себя настолько хорошо, что меня перестали три раза в день травить снотворным, растворённым в бульоне. Это произошло в конце сентября, спустя три месяца после несчастного случая. Я могла притворяться, что сплю, пока память билась в железной клетке, ломая себе крылья. В этой памяти хранились улицы, залитые солнцем, пальмы вдоль моря, школа, классная комната, учительницы с затянутыми в пучок волосами, шерстяной красный купальник, ночи, подсвеченные огнями иллюминации, военные оркестры, шоколад, который протягивал американский солдат, а дальше провал. Потом страшная вспышка белого света, руки медсестры, лицо доктора Дулена. Иногда очень ясно, с невыносимой и пугающей чёткостью мне представлялись руки мясника с толстыми, но при этом ловкими пальцами, а дутловатое лицо, бритая голова. Это были руки и лицо доктора Шавера, которое я видела между двумя провалами, двумя комами. Воспоминание относилось к середине июля, когда он вернул меня в этот белый, равнодушный, непонятный мир. Я считала в уме, закрыв глаза. Затылок нестерпимо болел, упираясь в подушку. Передо мной плыли цифры, как на чёрной школьной доске. Сейчас мне двадцать лет. Американские солдаты, по словам доктора Дулена, раздавали шоколад девчушкам примерно в 1944 или 1945. Мои воспоминания обрывались где-то на пятом или шестом году моей жизни. Пятнадцать лет стёрлись начисто. Я автоматически запоминала имена собственные, потому что они ничего не значили, не имели никакого отношения к новой жизни, которую меня заставляли вести. Жорж и Золя — мой отец. Ференце, Рома, Наполи, Лелек, Маскаде. Всё напрасно. И позднее доктор Дулен объяснил мне, что биться головой о стенку бесполезно. Мумия, я же велел вам не тревожиться. Если имя отца вам ни о чём не говорит, значит, вы забыли и отца, и всё остальное. Имя уже не имеет значения. Но когда я говорю «река» или «леса», я же понимаю, о чём идёт речь. «Разве после того, что случилось, я видела реку или лесу?» Послушайте, деточка, когда вы поправитесь, обещаем и подробно поговорим на эту тему. А пока что вы должны быть умницей. Просто уясните для себя, что в голове у вас происходит определённый, хорошо исследованный и описанный, можно даже сказать, рядовой процесс. Каждое утро я вижу десяток стариков, которых никто не бил по голове, но все они находятся примерно в таком же положении. Пять-шесть первых лет жизни в пределах памяти. Помнят школьную учительницу, но забыли собственных детей и внуков. Однако это не мешает им играть в карты. У них почти ничего не осталось в голове, но правила игры в белот сохранились, и скручивать сигареты они не разучились. «Ничего не попишешь. Вы поставили нас в тупик своей амнезии синильного типа, как у стариков. Будь вам лет сто, я пожелал бы вам доброго здоровья и поставил крест на вашем лечении. Но вам-то всего двадцать. И нет даже ни единой вероятности на миллион, что вы навсегда останетесь в таком состоянии. Понятно? Когда я смогу увидеть отца? Скоро. Через несколько дней с головы снимут эту средневековую штуковину, а там видно будет. Мне хочется знать, что именно произошло. Не сейчас, мумия. Я сперва должен кое в чём убедиться наверняка, а слишком долгий разговор вас утомит. Итак, номер вашей машины? Шестьдесят шесть сорок три тринадцать ТТХ. Вы нарочно говорите не в том порядке? Да, нарочно. С меня хватит. Хочу пошевелить пальцами, хочу увидеть отца, хочу выбраться отсюда. А вы заставляете меня без конца повторять всякие глупости. Каждый день хватит с меня. Ведите себя благоразумно, мумия. Не называйте меня так! Прошу вас, успокойтесь. Я подняла руку, огромный гипсовый кулак. В тот вечер, по их словам, у меня случился кризис. Прибежала медсестра. Мне снова привязали руки. Доктор Долен стоял передо мной, прислонившись к стене, и смотрел на меня в упор с обидой и возмущением. Я орала, сама не понимая, на кого я злюсь, на него или на себя. Мне сделали укол. Я видела, как пришли другие сестры и врачи. Кажется, тогда я впервые по-настоящему задумалась о том, как выгляжу. Я словно воспринимала себя глазами тех, кто на меня смотрит, будто я раздвоилась в этой белой палате на этой белой кровати. Бесформенное существо с тремя отверстиями, уродливое, истошно вопящее, стыд и позор. Я выла от ужаса. Доктор Дин приходил ко мне все следующие дни и разговаривал со мной, как с пятилетней девочкой, ужасно избалованной и весьма несносной, которую нужно защищать от самой себя. Еще одно такое представление, и я не отвечаю за то, что мы увидим, сняв повязки. Тогда пеняйте только на себя. Доктор Дулен не приходил целую бесконечную неделю. Я сама несколько раз требовала, чтобы он заглянул ко мне. Сестра-сиделка, которая наверняка досталась после моего кризиса, еле-еле отвечала на мои вопросы. Она отвязывала мне руки на два часа в день, и все эти два часа не сводила с меня подозрительного и недовольного взгляда. «Это вы здесь дежурите, когда я сплю?» «Нет». «А кто?» «Другая». «Я хочу видеть отца». «Вам еще нельзя». «Я хочу видеть доктора Дулена». «Доктор Дин больше не разрешает». «Расскажите мне что-нибудь». «Что именно?» «Неважно, поговорите со мной». «Это запрещено». Я смотрела на ее большие руки, которые казались мне красивыми и успокаивающими. Она почувствовала мой взгляд и, кажется, смутилась. «Перестаньте следить за мной». «Это как раз вы за мной следите?» «Приходится». «Сколько вам лет?» «46». «А сколько времени я здесь?» «Семь недель». «И все эти семь недель вы ко мне приставлены?» «Да, хватит, мадемуазель». «А как я себя вела в первые дни?» «Вы не двигались». «Я бредила?» «Бывало». «И что я говорила?» «Ничего интересного». «Ну что, например?» «Я уже не помню». В конце следующей недели, показавшейся мне целой вечностью, в палату вошел доктор Дулен с коробкой под мышкой. На нем был мокрый плащ, который он не снял. В оконные стекла рядом с кроватью стучал дождь. Он подошел, слегка коснулся, как обычно, моего плеча и произнес «Добрый день, мумия». «Я давно вас жду». «Знаю», — сказал он. «Я даже получил подарок». Он объяснил, что после моего кризиса кто-то прислал ему цветы. К букету, георгины, которые так любит его жена, прилагался небольшой брелок для ключей от машины. Он показал мне его. Круглый из золота с монтированным крохотным будильником. Очень удобно, когда паркуешься в синей зоне и нужно платить по времени. «Это подарок моего отца?» «Нет. Одной дамы, которая заботилась о вас после смерти вашей тети. За последние годы вы видели ее гораздо чаще, чем отца. Ее зовут Жанна Мюрно. Она приехала за вами сюда в Париж. Справляется о вас по три раза на дню». Я призналась, что это имя мне ничего не говорит. Он взял стул, поставил его возле моего изголовья, завел будильничек на брелоке и положил его на кровать возле моей руки. «Он зазвонит через четверть часа, и тогда мне будет пора уходить. Вы в порядке, мумия?» «Я бы предпочла, чтобы вы меня больше так не называли. Завтрашнего дня не буду. Утром вас отвезут в операционную, снимут повязки. Доктор Дин полагает, что все хорошо зажило». Он открыл коробку, которую принес с собой. Там были фотографии. Мои фотографии. Он стал показывать их мне одну за другой, следя за моим взглядом. Похоже, он не надеялся, что я хоть что-то вспомню. Я и не вспомнила. Я видела темноволосую девушку, очень красивую, очень улыбчивую, стройную и длинноногую. На одних фотографиях ей было лет шестнадцать, на других — восемнадцать. Снимки были великолепные, глянцевые, но наводили на меня ужас. Я даже не пыталась вспомнить ни это лицо со светлыми глазами, ни сменяющиеся пейзажи, которые показывал мне доктор. С самой первой фотографии я поняла, что все впустую. С одной стороны, я была счастлива, жадно разглядывала себя. Но с другой, ни разу еще не чувствовала себя такой несчастной с той самой минуты, когда открыла глаза и увидела белый свет лампы. Мне хотелось и плакать, и смеяться. Наконец, я заплакала. Ну, лапочка, не глупите. Он сложил фотографии в коробку, хотя мне не терпелось снова их просмотреть. Завтра покажу вам другие снимки, где вы уже не одна, а вместе с Жанной Мюрно, тетей, отцом, друзьями, которые были у вас три месяца назад. Не особенно надейтесь, что они воскресят для вас прошлое, но все-таки помогут. Я согласилась и сказала, что доверяю ему. Брелок возле моей руки зазвенел. Из операционной я вернулась на своих ногах. Меня вели под руки сиделка и ассистент доктора Дина. Тридцать шагов по коридору. Из-под салфетки, которые мне прикрыли голову, я видела только плитки пола. Черные и белые квадраты в шахматном порядке. Меня отвели в постель. Руки устали даже больше, чем ноги, потому что еще были в гипсе. Меня усадили в кровать и подложив под спину подушки. В палате появился доктор Дин в пиджаке, невысокий толстячок с остатками шевелюры. Он выглядел довольным. Он смотрел на меня с любопытством, внимательно следя за каждым движением. Мое голое лицо без повязок казалось мне холодным, как лед. Я хочу на себя посмотреть. Он подал знак медсестре, та принесла зеркало, в которое я смотрелась две недели назад, закованное в панцирь. Мое лицо. Глаза в глаза. Прямой короткий нос. Обтянутые гладкой кожей скулы. Пухлые губы, приоткрытые в тревожной слегка плаксивой полуулыбке. Кожа вовсе не мертвенно бледная, как я ожидала, а розовая, словно только что вымытая. В целом, довольно приятная внешность, хотя ей недоставало естественности, поскольку я боялась пошевелить лицевыми мускулами. Легкий азиатский оттенок из-за высоких скул и вытянутых к вискам внешних уголков глаз. Мое неподвижное, непривычное лицо, по которому скатились две горячие слезы, потом еще две и еще. Мое собственное лицо поплыло перед глазами и растаяло. — Волосы быстро отрастут, — говорила сиделка. — Посмотрите, как они выросли всего за три месяца под повязкой. И ресницы тоже станут длиннее. Ее звали мадам Раймонд. Она изо всех сил старалась причесать меня. Укладывала коротенькие прядки, скрывавшие шрамы, одну за другой, чтобы придать волосам объем. Она протирала мне лицо и шею ватой, приглаживала брови. Похоже, она уже не сердилась на меня за кризис. И каждый день прихорашивала меня точно перед свадьбой. Она говорила, — Вы похожи на буддийского монаха и на Жанну Дарк. Знаете, кто такая Жанна Дарк? Она принесла по моей просьбе большое зеркало и прикрепила к спинке кровати. Я смотрелась в него постоянно, прерываясь разве что на сон. Охотнее всего она болтала со мной в долгие и послеобеденные часы. Устраивалась возле меня на стуле, вязала, выкуривала сигарету, сидела так близко, что стоило мне слегка наклонить голову, я видела в зеркале отражение двух наших лиц. Вы давно работаете сиделкой? 25 лет. 10 лет в этой клинике. А у вас бывали такие пациенты, как я? Многие хотят изменить себе нос. Я не об этом. Да, была одна женщина с амнезией, но уже давно. Она поправилась? Она была совсем старенькая. Покажите мне снова фотографии. Она шла за коробкой, которую оставил доктор Дулен. Показывала мне по очереди снимки, которые не только не пробуждали никаких воспоминаний, но и не доставляли теперь такого удовольствия, как в первые минуты, когда я еще надеялась, что вот-вот вспомню продолжение событий, застывших на глянцевых прямоугольниках 9 на 13. В 20-й раз я смотрела на незнакомку, которой когда-то была. И теперь она нравилась мне куда меньше, чем девушка с короткими волосами в зеркале у изножия кровати. Я разглядывала тучную женщину в пенсне с обвислыми щеками. Моя тетя Мидоля. Она никогда не улыбалась, всегда куталась в вязаную шаль и фотографировалась только сидя. Я разглядывала Жанну Мюрно, которая целых 15 лет ухаживала за моей тетей, а последние 6-7 лет и за мной, которая приехала в Париж, когда меня перевезли туда из Ниццы после операции. Это она пожертвовала мне кожу для пересадки 25 на 25 сантиметров. Она каждый день посылала мне цветы, ночные рубашки, которыми я пока только любовалась, косметику, которой мне пока запретили пользоваться, бутылки шампанского, выстроившиеся в шеренгу вдоль стены, сласти их мадам Раймонд раздавала в коридоре своим напарницам. Вы её видели? Эту молодую даму? Да, много раз, около часа дня, когда хожу обедать. И как она выглядит? Как на фотографиях? Вы сами сможете увидеть её через несколько дней. Вы с ней беседовали? Да, и не один раз. А что она вам говорила? Берегите мою девочку. Она была доверенным лицом вашей тётушки, что-то вроде секретаря или экономки. Она заботилась о вас в Италии. Ваша тётушка уже едва двигалась. На фотографиях Жанна Мюрно выглядела высокой, спокойной, довольно миловидной, со вкусом одетой и сдержанной. Был всего один снимок, где мы с ней вдвоём. Все в снегу, обе в лыжных брюках и вязаных шапочках с помпонами. Несмотря на лыжи и улыбку девушки, которая была мной, фотография не создавала ощущения близости, дружбы. Похоже, здесь она на меня сердится. Мадам Раймонд взяла снимок и уверенно кивнула. «Думаю, вы не раз давали ей повод сердиться на вас. Знаете, вы были не промах». «Кто вам такое сказал?» «В газетах читала?» «Ага, понятно». В июльских газетах говорилось о пожаре на мысе Каде. Доктор Дулен хранил номера, в которых шла речь обо мне и второй девушке, но пока ещё не хотел мне их показывать. Эта вторая девушка тоже была на снимках из коробки. Туда попали все, большие и маленькие, милые и неприятные, но сплошь незнакомые мне, все с одинаковыми застывшими улыбками, от которых меня мутило. На сегодня хватит. Почитать вам что-нибудь? Письма отца. От него пришло всего три письма, зато добрая сотня от родственников и друзей, которых я теперь не знала. «Желаем скорейшего выздоровления. Мы очень тревожимся. Я лишился покоя. Жду не дождусь, когда смогу снова обнять тебя, дорогая Ми, моя Микки, милая Ми, моя сладкая, мой бедный малыш». Письма отца были нежными, в меру обеспокоенными, сдержанными и совсем не такими, как я ожидала. Два парня писали по-итальянски. Ещё один подписавшийся Франсуа уверял, что я принадлежу ему навеки и что он заставит меня забыть этот ад. А вот Жанна Мюрно прислала только одну записку за два дня до того, как с лица сняли маску. Мне отдали её только сейчас с остальными письмами. Видимо, послание прилагалось к коробке засахаренных фруктов, к комплекту изысканного белья или к маленьким часикам, уже надетым мне на запястье. В ней говорилось «Моя Ми, любовь моя, мой маленький птенчик, ты не одиноко, клянусь тебе, не волнуйся, не тревожься, целую тебя, Жанна». Это письмо перечитывать было не нужно. Я выучила его наизусть. С меня сняли гипс и повязки, из-за которых я не могла шевелить пальцами. Надели белые перчатки из хлопка, мягкие и лёгкие, но рук не показали. Я теперь всегда буду ходить в таких перчатках? Самое главное, вы сможете пользоваться обеими руками. Кости не деформированы. При движении будет больно только первые дни. Ювелирная работа вам не под силу, но обычные жесты трудности не составят. В худшем случае перестанете играть в теннис. Это сказал не доктор Дин, а один из двух врачей-ассистентов, которых он прислал в палату. Они говорили со мной очень жёстко, очевидно, для моей же пользы, чтобы я не раскисла от жалости к себе. Несколько минут меня заставляли сгибать и разгибать пальцы, я должна была сжимать ассистентам руку, а потом отпускать. Они ушли, назначив контрольный рентген через две недели. В то утро врачи тянулись один за другим. Вслед за первыми двумя явился кардиолог, за ним доктор Дулен. Я ходила взад-вперёд по палате, заставленной цветами, в плотно-шерстяной юбке и белой блузке. Кардиолог расстегнул мне блузку, чтобы послушать сердце. Состояние вполне достойное. Я думала о своих руках, которые скоро увижу сама, когда сниму перчатки. Я думала о высоких каблуках, которые сразу показались мне совершенно естественными. Но если всё стёрлось у меня из памяти, если я снова в каком-то смысле превратилась в пятилетнюю девочку, то логичнее предположить, что туфли на каблуках, чулки, помада должны меня удивлять. Разве не так? Вы мне уже надоели, говорил доктор Дулен. Я сто раз повторял, не нужно восторгаться подобной ерундой. Если я сейчас приглашу вас в ресторан, и вы будете правильно держать вилку, что это докажет? Что руки помнят лучше, чем голова? Или я посажу вас за руль своей машины, и вы, слегка помучившись с переключением скоростей, поскольку раньше не водили 403-й Пежо, поедете почти без усилий. Как вам кажется? Чего мы добьёмся? Не знаю, лучше вы сами мне скажите. Хорошо бы подержать вас здесь ещё несколько дней. Увы, вас очень спешат забрать. У меня нет никаких законных оснований удерживать вас, разве что вы сами захотите. А я даже не уверен, что имею право вас об этом просить. Кто хочет меня забрать? Жанна Мюрно. Она говорит, что больше не выдержит. Я увижу её. А зачем, по-вашему, тут устроили такой кавардак? Он показал рукой на мадам Раймонд, складывавшую мои вещи, ещё одну медсестру, которая уносила бутылки шампанского из топки книг, которые мне так и не успели прочитать. Почему вы хотите, чтобы я осталась? Вы уходите отсюда с миловидным личиком, хорошо отрегулированным сердечком, руками, которые будут вас слушаться, да и ваша третья извилина лобной доли левого полушария, похоже, тоже в отличной форме. Но я-то надеялся, что вы выпишетесь, прихватив с собой свои воспоминания. Третья... Что? Третья извилина лобной доли мозга, левая полушария. Там произошло первое кровоизлияние. Вероятно, оно спровоцировало афазию, которую я наблюдала у вас поначалу. Но со всем остальным это никак не связано. Что значит со всем остальным? Не знаю, возможно, виноват страх, который вы испытали во время пожара, или шок. Когда дом загорелся, вы пытались выбраться наружу. Вас нашли в самом низу, у лестницы, с открытым переломом у костей черепа. Рана была больше 10 сантиметров. Но в любом случае, амнезия, которой вы страдаете, никак не связана с черепно-мозговой травмой. Поначалу я грешил на неё, но потом понял, что дело в другом. Я сидела на разобранной постели, положив на колени руки в белых перчатках. Я сказала ему, что хочу уйти отсюда, что я тоже больше не выдержу. Когда я увижу Жанну Мюрной и поговорю с ней, то сразу же всё вспомню. Он покорно развёл руками. «Она приедет днём. Наверняка захочет немедленно забрать вас. Если останетесь в Париже, я смогу принимать вас здесь, в клинике или в своём частном кабинете. Если она увезёт вас на юг, непременно свяжитесь с доктором Шавером». Он говорил с обидой, и я понимала, что он на меня сердится. Я сказала, что буду часто приходить к нему, но если и дальше останусь в заперти в этой палате, то просто сойду с ума. «Вы можете совершить только одну глупость», сказал он мне. «Решить, что воспоминания вам не нужны, и у вас впереди достаточно времени, чтобы накопить новые. Позднее вы сами об этом пожалеете». Он ушёл, оставив меня размышлять над его словами, хотя я уже и сама об этом задумывалась. С тех пор, как я обрела лицо, пятнадцать вычеркнутых из памяти лет беспокоили меня куда меньше. Ещё оставалась боль в затылке, правда, вполне терпимая. Ощущение тяжести в голове, но и оно пройдёт. Когда я смотрелась в зеркало, то становилась сама собой. Раскосые, как у буддийского монаха, глаза, предвкушение новой жизни за стенами клиники, я была счастлива и нравилась себе. тем хуже для той, другой, потому что теперь я вот такая. Всё очень просто. Когда я вижу себя в этом зеркале, я безумно себе нравлюсь, просто обожаю себя. Я разговаривала с мадамой Раймонд и кружилась по комнате, любуясь развивающейся юбкой. Но ноги моего восторга не разделяли. Я чуть было не потеряла равновесие и в испуге остановилась. Передо мной была Жанна. Она стояла на пороге, держась за ручку двери. Бесстрастное лицо, волосы светлее, чем я представляла, а бежевый костюм словно притягивал к себе солнце. Кроме того, рассматривая фотографии, я не отдавала себе отчёту, насколько она высокая, почти на целую голову выше меня. По правде говоря, ни её лицо, ни весь облик не показались мне совершенно незнакомыми. На какое-то мгновение мне даже почудилось, что сейчас прошлое огромной волной накроет меня с головой. Наверное, у меня просто закружилась голова от вращения или от неожиданного появления женщины, которая выглядела странно знакомой, точно персонаж из мира снов. Я рухнула на кровать и инстинктивно, словно от стыда, закрыла лицо и волосы руками в белых перчатках. Мадам Раймон тут же деликатно вышла из палаты. Я увидела, как приоткрылись губы Жанны, услышала ее голос, мягкий, глубокий и такой же знакомый, как ее взгляд. Она подошла и обняла меня. Не плачь, не могу удержаться. Я целовала ее в щеки, в шею. Мне было обидно, что я могу прикоснуться к ней только через перчатки. Я даже узнала запах ее духов, который тоже словно привиделся мне во сне. Я спрятала голову у нее на груди, стыдясь своих волос, а она нежно перебирала их и, наверное, видела скрытые под ними шрамы. Я пробормотала, что мне очень плохо, что я хочу уехать с ней, что она даже не представляет, как я ее ждала. Дай-ка мне посмотреть на тебя. Я упиралась, но она заставила меня поднять голову, и ее взгляд дарил мне надежду, что все снова будет, как раньше. Глаза у нее были золотистые, очень светлые, но где-то в глубине таилась странная неуверенность. Она тоже знакомилась со мной заново и разглядывала меня с удивлением. В конце концов, я не выдержала этого экзаменующего взгляда, попытки распознать во мне черты исчезнувшей девушки. Рыдая, я схватила ее за руки и оттолкнула от себя. «Прошу вас, заберите меня отсюда, не смотрите на меня так, это я, Ми, не смотрите на меня!» Она принялась целовать меня в голову, в волосы приговаривая, «Моя милая, мой птенчик, мой ангел!» Но тут пришел доктор Дин, которого явно привели в замешательство мои слезы и внушительный рост Жанны. Когда она встала, то оказалась выше всех в палате, выше врача, его ассистентов и мадам Раймонд. Последовали рекомендации, долгий обмен предупреждениями, на мой счет, но я их не слышала, просто не желала слышать. Я стояла, прижавшись к Жанне. Она приобняла меня и разговаривала тоном королевы, которая увозит свое чадо, свою МИ. Мне было хорошо. Я уже ничего не боялась. Она сама застегнула пуговицы на моем замшевом пальто, которое я, вероятно, раньше уже носила, потому что оно слегка вытерлось на рукавах. Она сама надела мне берет, повязала на шею зеленый шелковый шарф. Сама повела меня по коридорам клиники к стеклянной двери, сквозь которую проникали ослепительные солнечные лучи. На улице стояла белая машина с черным откидным верхом. Жанна усадила меня внутрь, захлопнула дверцу, села за руль. Она была невозмутима и молчалива, время от времени поглядывала на меня с улыбкой и быстро целовала в висок. Мы тронулись, заскрипел гравий под колесами, открылись ворота, широкие аллеи, всюду деревья. «Это Булонский лес», сказала Жанна. Я устала. У меня слепались глаза. Я почувствовала, как скольжу вниз, касаясь щекой ее бархатистой юбки. Совсем рядом, прямо перед глазами, крутился руль. Как чудесно быть живой. Я заснула. Субтитры сделал DimaTorzok